Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня говорим о низкоуровневом воспалении, о питании противовоспалительном на канале доктор Соколинский. Почему именно противовоспалительное питание? Ну, потому что про питание вообще все знают. То есть, можно с любым человеком обсудить тему, как нужно худеть, как нужно питаться, если аллергия, например, на пищеварение. Всегда в комментариях здесь очень много есть версий, мнений. Что касается питания против воспаления, то это, что называется, не с врачом не обсудишь, особо не с соседом. Потому что, как будто бы, тема какая-то новая. Хотя, на самом деле, в науке давно уже известно, с 80-х годов обсуждается эта история, что низкоуровневое воспаление. Мы сейчас с вами, не волнуйтесь, разберемся, что означает этот термин. Так вот, низкоуровневое воспаление является одной из ведущих причин развития хронических заболеваний. В частности, сердечно-сосудистых, ну, мы с вами обычно боимся инфарктов, инсультов, нейродегенеративных, Паркинсона, Альцгеймера, такие синдромы, опухолей раковых и аутоиммунных нарушений. Вот здесь все железобетонно доказано так же, как и с сахарным диабетом. Но сейчас ведутся исследования, продолжаются, особенно вот этот наш мерзкий вирус, он особенно подтолкнул новые исследования, потому что выяснилось, что длительные симптомы после него, они как раз связаны с проблемой низкоуровневого воспаления, в том числе в нервной ткани. То есть, там уже инфекции никакой нет, а вот воспаление продолжается. И теперь, вот в настоящее время можно легко прочитать исследования, которые связывают депрессию с уровнем воспаления в нервной ткани и даже шизофонию. Но мы с вами не будем забираться в такие страшные диагнозы. Нас с вами интересует, что нужно делать каждый день, чтобы не поддерживать у себя вяло текущее воспаление в организме. Для начала просто определимся, что есть острое воспаление. Вот мы к нему привыкли, это все понимают. То есть, когда болит, отекает краснота, температура. Тут все вроде понятно. Тут питанием мало что можно сделать. С точки зрения низкоуровневого воспаления, оно происходит в тканях. То есть, там микробов нет. Это история про инсулинорезистентность, метаболический синдром, митохондариальную дисфункцию. Звучит страшно, я вам все объясню. Не волнуйтесь. И поражение, например, эндотелия сосудов или стенки кишечника, оно приводит к развитию, вот собственно, таких взаимосвязей с теми заболеваниями, которые я перечислю. Еще раз повторюсь. Там микробов нет. При низкоуровневом воспалении. Чуть дальше мы поговорим о том, какие факторы влияют, чтобы вы поняли, почему именно такое питание, которое я вам порекомендую, оно будет помогать. Хроническое воспаление, вялотекущее, оно как раз может быть связано с персистирующей инфекцией. Ну, классика. Хронические циститы, хронические аннекситы, парадонтоз, гингивит, какие-то синуситы хронические. Ну, в общем, везде, ну, гайбы, куда же без них, молочница, в кишечнике гайбковая инфекция. Все нарушения, фактически, микрофлоры, микробиоты в кишечнике, когда есть условно патогенный или даже патогенный микроорганизм, это все вот туда. Здесь микробы есть. С точки зрения питания. Мы договорились, на острое нельзя влиять, на вялотекущее хроническое активность инфекций, персистирующий, то есть распространенный, может быть, даже по разным органам, когда микробиота в целом нарушена. И вялотекущее воспаление, низкое воспаление, так называемое, low inflammation, на них через питание влиять можно и нужно. Ну, сейчас мы с вами разберемся, как определить, что есть такое воспаление. Значит, есть маркеры воспаления, то есть в крови повышены энтраликины 1,6, фактор некроза опухолей, молекулы адгезии сосудистых клеток. На самый простой, понятный, информативный, точный анализ, это анализ на С-реактивный белок ультрачувствительным способом. Вот он показывает совершенно точно, это говорят многие исследования, что в организме человека, даже при отсутствии каких-то симптомов воспаления, которых вы ничего не чувствуете, поэтому у вас оно там идет, тлеет, можно так сказать. Последствиями воспаления, особенно того, что сейчас связано с мерзким вирусом, может быть повышение дедимера, но это уже не маркер воспаления, это маркер осложнения воспаления, связанного с тромбообразованием. У вас не возникло впечатление, что вот на канале я рассказываю все время о каких-то отдельных историях? Нет, это все часть системы, то есть просто низкоуровневое воспаление, оно в наибольшей проценте случаев приводит к дальнейшему возникновению хронических проблем, поэтому мы должны с вами о нем говорить. Питание лежит, исправление питания лежит в основе коррекции низкоуровневого воспаления, поэтому мы сейчас с вами о нем говорим. Но это только одна из частей. Чтобы вам разобраться в целом, ну, во-первых, подпишитесь, пожалуйста, на канал, конечно, то есть вы тем помогаете мне в работе, помогаете другим людям увидеть полезную информацию, то есть каждый ваш лайк, каждая ваша подписка, это просто очень важно. Каждый ваш комментарий я просматриваю сам и стараюсь всегда, когда я могу помочь, всегда стараюсь подсказать. Во-вторых, посмотрите, пожалуйста, вот на эту пирамидку, которую сейчас видите на экране. Она объясняет фактически, как устроено на самом деле здоровье человека. То есть вот целую систему, то, что я использую на консультациях, когда вы ко мне обращаетесь, уже лично, вот в моей голове картина о вас складывается вот в такую пирамидку, то есть я стараюсь учитывать все факторы для того, чтобы вам помочь. Есть отдельное видео по этой теме. И посмотрите, пожалуйста, если будет желание глубоко разобраться. Если нет, просто вот что называется пирамидка, по которой можно проверить любой свой курс, посмотреть все ли факторы, которые влияют на ваше здоровье, учтены сейчас вами. По всем ли направлениям вы производите какие-то изменения, чтобы стало лучше. Если не хочется смотреть даже на пирамидку, вот адрес сайта, пожалуйста, обращайтесь за консультацией. Мы с вами во всем разберемся вместе. Чтобы определиться, какие продукты являются усиливающими воспаление в организме, а какие замедляют его течение, для этого был разработан в мире так называемый диетический воспалительный индекс. То есть все исследования, которые происходят на эту тему, аккумулируются в базе данных ПАБМЕДА, потом их изучают другие исследователи и смотрят на основании разных данных, какие продукты, сколько баллов можно дать каким продуктам, исходя из того, какова вероятность, что при вот таком характере питания у вас будут повышены маркеры воспаления в крови, то есть в анализах, то, о чем мы с вами говорим. Если вы посмотрите на все продукты вот сейчас на экране, которые присутствуют на столе у человека обычно, то вы увидите, что есть продукты со знаком минус, есть продукты со знаком плюс. Естественно, чем больше минус, тем больше противовоспалительные действия, чем больше плюс, тем больше способность вызывать воспаление. Фактически, если посмотреть еще внимательно на вот эту табличку, то мы с вами поймем, что интересным, по-хорошему, является глобально в противовоспалительном питании одно единственное ключевое действие. Это использование тех продуктов, которые снижают инсулин-резистентность и уменьшение количества калорийных продуктов, и уменьшение количества глубоко обработанных продуктов, и уменьшение количества углеводов в целом. То есть противовоспалительное питание, оно всегда направлено на коррекцию, профилактику инсулин-резистентности. Другое направление для такого полезного питания – это защита от повреждения фосфолипидных оболочек клеток. То есть это повышение уровня антиоксидантов фактически достигается каким образом? За счет разнообразия различных овощей, фруктов. Уменьшение интоксикации, то есть фактически это поддержка печени. И улучшение качества микрофлоры, которая тоже на себя берет значительную функцию подавления, воспаления прямо местно, плюс к тому, через поддержку иммунной системы, плюс к тому, через непосредственную детоксикацию части соединений, которые происходят с ее участием в кишечнике. Итого, конечно, это сейчас не тема нашего видео, но мы не можем не учитывать, что помимо питания, вот в коррекции инсулино-резистентности очень большое значение имеет уровень физической активности и качество сна, продолжительность на уровень кортизола, то есть гормона стресса. Другими словами, если мы с вами достигнем улучшения чувствительности клеток к инсулину, и уменьшение интоксикации в организме и большей стабильности фосфолипидных оболочек, то у нас с вами автоматически получится противоуспалительное питание. Ну, то есть, вроде как, вот были какие-то продукты, которые я перечислил, и теперь я говорю какие-то сложные термины. На самом деле, вот если взять одним словом описать такую диету, то это, как это не скучно, то та самая соединенноморская диета. Да, мы оставим за скобками то, что 21 страна, у которой есть вообще выход к побережью Сайдезимного моря, совершенно по-разному питается. То есть, название неудачное. Питание в Италии, питание в Испании с точки зрения потребления углеводов, это вообще совершенно разные вещи. Невозможно сравнивать салат с тунцом, с паэльей. Хотя и там, и там это соединенноморские страны. Но, в целом, логика заключается в том, что достаточное количество овощей, фруктов, бобовых используется сбалансированное и мясо, и рыба, и морепродукты, и даже такие интересные продукты, как, казалось бы, какое-то здоровое питание. Но, извините, так вот оно есть. Это красное вино, например, белое вино, это кофе. И все вот это вот с точки зрения Сайдезимноморской диеты относится к продуктам здорового питания. Весь вопрос в том, что нет большого количества насыщенных, нет, вернее, так скажу, правильное сочетание насыщенных и ненасыщенных жиров. То есть, да, есть, конечно, и мясо с насыщенными жирами, есть и сыр с насыщенными жирами, но при этом есть и оливковое масло в очень большом количестве, с полиненасыщенными жирными кислотами. Есть рыба с полиненасыщенными жирными кислотами. То есть, весь вопрос не только в том, что есть, а что не есть, а еще в какой пропорции. Поэтому разнообразие овощей, фруктов, наличие полифенолов в том же вине, даже в кофе, специи, оно компенсирует наличие насыщенных жиров и каких-то углеводов. Безусловно, там мучное тоже есть. Присутствует компенсировать в питании. Если вы посмотрите на экране, всегда, когда я рассказываю на слайдах, есть ссылки на исследования, ссылки на источники. Я их не перечисляю для экономии вашего времени, иначе видео будет длинное. Но вы, конечно, должны понимать, что всё, что я вам сейчас рассказываю, это не продукт моего больного воображения. И даже не результат 20-летнего опыта центра доктора Соколинского, но это исследования, которые, в общем, существуют в мире. Казалось бы, что более популярного есть, чем так называемая антигипертензивная диета, это ДАШ-диета так называемая, которая утверждена и до сих пор используется. Если вы читали выписку из стационара как у кого-то из старших своих родственников, то там будет такой термин – гипохолестериномическая диета. То есть, это до сих пор используется. Что она фактически подразумевает? Да, там про углеводы тоже, конечно, есть. Но там, в первую очередь, кардиологи всего мира до сих пор рекомендуют снижать количество жиров. Ну и соли там. То есть, вот здесь уже никакой современной науки нет. То есть, фосфолипидные оболочки, помните, я вам говорил про такое? Их надо защищать. Потому что оболочки клеток – это жировые оболочки. И если мы значительно уменьшаем количество жиров в питании, стараемся есть всё обезжейное, то мы с вами можем просто испортить полностью ситуацию с уровнем энергии в клетке. Мы сможем с вами испортить ситуацию с уровнем сурфактанта, того вещества, которое препятствует слепанию в альвеолах, в маленьких мешочках, с помощью которых мы, собственно, дышим, в лёгких. Помните, ну вот, моё поколение прекрасно помнит, как ассоциации кардиологов и всяких других ологов официальные и очень известные, и чуть ли не Всемирная организация здравоохранения рекомендовала есть всякие спреды, там, мама мыла раму, рама мыла маму, вот, по поводу того, что там нет холестерина, и поэтому нужно ешьте маргарин без холестерина, будете здоровы. Как вы понимаете, сейчас это мы воспринимаем уже как абсолютный чушь. Но, дливости ради, ну давайте будем честными-то уже, это шло с одобрением медицинского сообщества. Если разложить соединенноморскую диету, которую я хвалил в противовес так называемой ДАЖ-диете с пониженным содержанием жиров, хотя, конечно, вроде как от жиров в жировой ткани происходит воспаление. Первый соблазн – это уменьшить количество жиров. Мы же из-за этого похудеем, но сейчас мы уже знаем, что нет. Жировой гепатоз у человека возникает не от того, что он ест много сала, а от того, что он ест много углеводов и мало двигается, и у него есть вот этот вялотекущий воспалительный процесс, который сам приводит к инсулиноэзистентности, является по кругу еще результатом инсулиноэзистентности и так далее. Там подобное может быть связан с активностью вирусов персистирующих, может быть связан с хронической интоксикацией из-за того, что плохо работает кишечник, нарушена микрофлора и так далее. То есть, да, однозначно, избыточная масса тела приводит к повышению воспаления, но совершенно неоднозначно, что употребление жиров приводит к избыточной массе тела. Вот этот важный момент. То есть, вы должны понимать, что на первом месте все-таки в профилактике инсулиноэзистентности – это ограничение углеводов. Мы дальше будем говорить о некоторых уже не о питании, а о диетах, которые используются в МИГе. Немножко так обсудим, чтобы у вас было понимание. Но вот из всей, что делать, это нужно повнимательнее посмотреть на пищевые волокна и внимательнее посмотреть на мясо. Давайте начнем с пищевых волокон. По недостаточному количеству пищевых волокон в кишечнике нормально существует микрофлора и образуются короткоцепочечные жирные кислоты, в частности, масляная кислота бутират, который обладает прямым противовоспалительным действием и способствует понижению проницаемости стенки кишечника для разных микробных токсинов и благодаря этому защищает от системного воспаления, в том числе от аутоиммунных нарушений. И способствует восстановлению слизистой кишечника и защищает от местных вот таких негативных действий, которые в итоге рак кишечника – это результат длительного воспаления плюс запор. Вот. Не спешите кидать меня помидорами, которые, как мы знаем из таблички, они очень полезные. Поберегите помидоры. Те, кто знает азбучную истину, что СИБР – это противопоказание, синдром избыточного бактериального роста – это противопоказание к использованию пищевых волокон. Вроде все очевидно. Там усиливается брожение, и человеку становится хуже. Ну, это ограничивает... Исключить пищевые волокна из рациона – это примерно такая же история, как если у вас отеки, переставайте пить. То есть, ну зачем? У вас же много воды. Зачем вы пьете воду? Наоборот, только мочегонная, а воды пить не надо. Ну, аниматолог вам расскажет, что будет, если так делать. Но самое смешное, что так рекомендуют многие, до сих пор многие терапевты, полностью ограничивать, уменьшать количество воды при наличии отеков. Мы с вами будем умнее, мы с вами будем влиять на причины. То есть, да, на коротком этапе у нас будет и эллиминационная диета, потом расскажу, которая ограничит углеводы. Но не надо путать причину со следствием. Синдром избыточного бактериального роста, он не потому, что вы едите много волокон, он потому, что у вас нарушена микрофлора, и надо сначала подавить активность патогенной микрофлоры, но невозможно восстановить нормальную микрофлору, если у вас не будет достаточно волокон. Поэтому 32 грамма в день, которые рекомендуют американские диетологи, и как мантру просто повторяют за ними все, возможно, вам и не надо. А при СИБР прямо сейчас в моменте и нельзя. Но глобально количество пищевых волокон мы с вами, скорее всего, будем увеличивать, потому что если бы его у вас было достаточно, то у вас не было бы низкого уровня воспаления, потому что у вас бы была хорошая микрофлора, которая бы сдерживала эти процессы. Ну, про мясо давайте поговорим. Ну, как без мяса там? То есть, есть люди, которые не могут жить без мяса. Само по себе мясо, то есть белок, набор аминокислот не является никаким злом. То есть, я сейчас не обсуждаю никакие этические вопросы, вопросы вегетарианства, веганства. Это все сейчас за скобками. Мы сейчас говорим о чистой физиологии, чистой биохимии. Так вот, само по себе мясо злом для человека в пищевом смысле не является. Избыточное использование мяса по отношению... Что такое избыточное? Это не то, что вы едите два раза в неделю или пять раз в неделю, а это то, в течение дня, с какими продуктами оно у вас сочетается. Если у вас в проценте мясо треть, а две трети это овощи, каши, фрукты, рыба, кисломолочные продукты и так далее, то проблем нет. У вас, скорее всего, не будет никаких симптомов, связанных с канцерогенным действием мяса или влиянием его на уровень воспаления. Да, конечно же, избыточное потребление мяса, теперь мы уже знаем, что такое избыточное, это когда процент его по отношению к другим веществам больше, а не меньше. Так вот, избыточное воспаление... Да, великое китайское исследование так называемое, огромное эпидемиологическое исследование показывает, да и много их. И уже сейчас признано, что официально включено мясо в список канцерогенов. Но, внимание, в какой форме? Не в форме тартары. Там только паразитов можно. Оно именно при нагревании, длительном нагревании, образует вещества, которые являются канцерогенными. Если его избыточно много, то да, происходит закисление, происходит ацидоз. Тут, правда, непонятно, что делать с кетодиетой, которая рекомендует есть много мяса. Сейчас чуть-чуть дальше обсудим. То есть, мы знаем 100%, что в организме защелачивание должно происходить. Если вы едите много мяса и сильно ограничиваете углеводы, то происходит закисление. В условиях закисления любое воспаление идет более активно. Поэтому вот здесь и нужно понимать, что питание отличается от диеты. На коротких промежутках вы можете использовать так называемый аутоиммунный протокол. Вы можете использовать кетодиету. Вы можете использовать фудмап. Но все это диеты. Это не питание. Так не питается человек в течение жизни. Это короткие лечебные мероприятия. Потому что они все ограничивают поступление правильных питательных веществ. Разнообразное питание так не выглядит. То есть, если мы хотим запустить какой-то процесс, мы с вами должны вот эту разницу понимать. Тогда не будет споров и комментариев под этим видео, что да нет, вот ученые доказали. Что доказали-то? По поводу продолжительности жизни целиком, и по поводу того, как будет жить человек на протяжении 20 лет последующих. Нет таких исследований. Да, можно посмотреть биохимию на протяжении месяца, двух, трех. Можно посмотреть, сколько килограммов человек скинул. Но это совершенно не значит, что это является здоровым питанием на всю жизнь. Поэтому давайте мы с вами остановимся на том, что разнообразная диета с уменьшением калорийности, уменьшением количества углеводов, особенно в области сладкого, с умеренным количеством фруктов, но с достаточным количеством пищевых волокон, которые поступили, например, из овощей. Это классная диета, в которой может быть и мясо, и рыба, и так далее, и тому подобное. И тогда она будет противовоспалительной. То есть, совершенно необязательно говорить о том, что для получения противовоспалительной диеты, вот к чему я веду, совершенно необязательно сейчас перечислять абсолютно там отдельные. Ну да, имбирь можно добавить? Можно. Куркуму можно добавить? Можно. Да, это противовоспалительные вещества. Помидоры, вон, мы видели на первом месте. Но, с другой стороны, нужно всегда понимать, что у нас живой человек. И если мы рекомендуем какие-то продукты сильно увеличивать, мы должны быть готовы к тому, что, получив от них положительный эффект, можем получить и побочный, с теми же помидорами. Подагра может быть у человека, а мы не знаем, у него нарушение, полиморфизм такой к мочевой кислоте в ее обмене. И поэтому никогда не призываю вас увлекаться каким-то одним продуктом. Вот о чем я сейчас. Но то, что я рассказал в целом, вот это направление мыслей, оно поведет вас к правильному результату. В целом у вас снизится уровень циактивного белка. Почему? Потому что, в частности, еще произойдет улучшение микрофлоры, уменьшится нагрузка на печень, уменьшится уровень интоксикации общий. И это вот будет целостно, благотворно влиять. Буквально пробегусь по двум диетам, кетодиета и аутоиммунный протокол. И перейдем мы с вами к рекомендациям, что можно делать конкретно от ПЭМа, начиная с сегодняшнего дня. Кетодиета, как я сказал, это элиминационная диета. То есть, задача уменьшить количество углеводов. За счет этого организм начинает получать энергию из кетонов. Все классно. Если бы углеводы не нужны были человеку вообще. То есть, для того, чтобы расщеплять жир, все равно нужно какое-то количество глюкозы. Поэтому кетодиета в таком ключе, ну, в общем, на какой-то короткий промежуток, да и месяца, возможно. Если воспринимать кетодиету, как спаржа, запеченная в беконе, то, простите, я отказываюсь. Мое все вот просто образование, оно против этого восстает. Потому что именно нагретые животные жиры, которые есть в мясе, это и есть зло мяса. Не само мясо в виде аминокислот, как мы договорились, а именно его длительное нагревание. И превращение тех жиров, которые есть в трансжиры. Вот и все мнение. Поэтому я думаю, что это просто ответ промышленности мясной. Это, как сейчас говорят, мировой заговор. Ответ мясной промышленности на то, что мясо признали канцерогеном. Ну, вот они рассердились и придумали вам, раз так, ну вот давайте мы вам скажем, что бекон жайный полезен. Ешьте и здоровейте. Это иммунный протокол. Это иллюминационная диета. Причем устраняются уже здесь зерновые, бобовые, посленовые, ну, например, те же помидоры, молочные продукты, яйца, кофе, алкоголь, орехи, семена и обработанный рафинированный сахар, масла и пищевые добавки. Ну, имеется в виду пищевые добавки не БАДы, а то, что правильно называется пищевыми добавками, то есть красители, ароматизаторы и так далее. И это, как я сказал, эллиминационное, то есть применяется, это очень жесткое ограничение в питании, диспропорциональное ограничение, и может приводить к нарушению метаболизма, поэтому с целью успокоить иммунитет может применяться на коротких промежутках, то есть 2-3 месяца, например. И в первую очередь, я все-таки уверен, что действует за счет уменьшения все той же углеводной нагрузки. У того, у кого есть проблемы с переносимостью глютена, также возможно за счет улучшения паентеропатии в кишечнике. Фудмап-диета тоже медицинская, эллиминационная, то есть с исключением определенных веществ, и это все о тех же углеводах, опять обратите внимание, но здесь уже и клетчатку нельзя, то есть ферментируемые волокна, например, псиллиум бы уже нельзя было бы, все сахара, все фрукты, все молоко, искусственные подсластители, то есть здесь довольно-таки жесткая безуглеводная диета используется при воспалительных заболеваниях кишечника, в первую очередь болезнь крона, неспецифический язвенный колит, но в последнее время ее расширили, например, применяют при терапии грибковых инфекций, ну, как просто даже активности грибов в кишечнике, при синдроме избыточного бактериального роста, связанном с другими историями, не обязательно только с грибком. Применение недлительное, то есть в любом случае грибок привыкает даже к такой диете за 3 месяца, но совсем без клетчатки человек не должен существовать, то есть за это время нужно было бы уже нормализовать микрофлору, так чтобы клетчатка воспринималась нормально. Есть, кстати, альтернативные такие исследования, то есть немножко, прежде чем перейти к практике, немножко вас посмешу. Ну, вот есть, например, исследование, которое подтверждает, что изюм является сильным антиоксидантом, очень полезен в плане противовоспалительной терапии. Овсяная каша и иммуномодулятор, но бета-глюканы, да, правда, содержатся во всей, на самом деле в ней не содержится того самого злобного глютена, с которым сейчас все боятся. Так что, да, овсяная каша обладает иммуномодулирующим действием, как считают исследователи, орехи, огромное количество исследований по поводу того, как орехи снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну вот, все ссылочки, если кому-то интересно, можно почитать. Теперь для тех, кто не только собирается орехами и изюмом, а хочет услышать мое мнение о комплексной стратегии, разделим все на два варианта. Первое – это когда есть синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, соответственно, симптомы повышенного газообразования, склонности к расстройству стула, СРК и прочие прелести. И, возможно, есть, например, активность грибковой флоры и так далее. Тогда мы не можем сразу принимать пробиотики и не можем форсировать пищевые волокна. Мы сначала подавляем активность условно-патогенной флоры. Ну, на примере, вот видео про грибы в кишечнике, посмотрите, пожалуйста. И можете воспользоваться этими рекомендациями, которые там. Можно использовать, например, насизоль, можно использовать куркуминум для подавления, первоначального подавления этой патогенной флоры. Масло тмина можно применять. И масло розмарина. Разные средства есть для решения этой задачи. Пробиотики, на самом деле, тоже существуют, которые подавляют активность патогенной флоры. Например, с пропионово-кислыми бактериями, там, в Санта-Русь мы использовали всегда для этой цели раньше. В балансе адванс пробиотик и альфа-баланса премиопробиотик тоже есть много лактобактерий, которые имеют доказанное действие, подавляющая активность патогенной микрофлоры. Просто весь вопрос в правильном поименении, скажем так. И элиминационная диета при этом присутствует. То есть, сильно ограничиваем количество быстрых углеводов. Не говорю до нуля, не обязательно фудмап, но очень сильно. То есть, 2-3 раза по отношению к тому, что вы ели раньше. Как правило, этого бывает достаточно. Если у вас нет синдрома избыточного бактериального роста, то тогда мы обеспечиваем максимальное разнообразие по видам продуктов и по способам обработки. Ни в коем случае без уклонов в длительное жаренье. Не запекаем под майонезом, под сыром. То есть, чтобы не получать на горитые животные жиры, обладающие провоспалительной активностью женщинам, например, очень разумно использовать больше каистоцветных. Вот здесь я, получается, вхожу в противоречие с аутоиммунным протоколом, но мы знаем, что каистоцветные имеют индол, сульфарфан. Это кто такие каистоцветные? Это не обычная капуста, а это брокколи, цветная капуста, савойская и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, и увеличение их в рационе для женщины с точки зрения воспаления – это очень классная история. Ограничиваем размер порции. Ребята, это крайне важно, потому что можно есть очень полезную еду, но в таком количестве, что она будет вызывать инсулинорезистентность и, соответственно, поддерживать воспаление. Ограничиваем мы с вами, как мы договорились, быстрые углеводы, то есть, всё мучное, сладкое, фрукты в разумных количествах, то есть, это одна десятая от всего, что вы едите, то есть, там одно яблоко, один банан, ну, какое-то количество ягод и так далее и тому подобное. И обязательно соблюдаем те правила, которые поддерживают правильную микрофлору в образе жизни, то есть, достаточной физической активности. Мы все контролируем уровень кортизола, то есть, во сколько мы ложимся спать до полуночи. Посмотрите, пожалуйста, отдельное видео про уровень кортизола, про нарушение циркадных аитмов, вы поймёте. Там ссылка на большое количество исследований, всё подробно объяснено. Вы поймёте, почему даже вот этот факт, что вы ложитесь поздно, при том, что вы вроде правильно питаетесь, не даёт вам снизить уровень сахара в крови, например. И у вас в анализах вылезают маркеры воспаления, такие как циррективный белок. Теперь, какие вещества нужно использовать, какие на тайцептике? Всегда добавляйте к своему рациону. Омега-тайкислоты, особенно в холодный период с сентября по март. Хлорелу, спирулину, куркумину, псиллиум. Что ещё можно использовать, чем обогащать своё питание? Это полифенолы, такие как эпигалат из чая, аэросфератрол из вина, лецитин, коллаген, индолты и карбинол, сульфарфан, фолиевая кислота, контроль за витамином D. То есть, вот всё вот это работает как природные противовоспалительные вещества. Если вернуться на минутку к пирамиде здоровья, о которой я говорил, то там есть такой раздел «Ограничивающие убеждения». Самое главное ограничивающее убеждение в питании – это то, что увеличением только какого-то одного продукта можно есть много хурмы, будет у вас, ну хорошо, хурму, ладно, йод будет, щитовидная железа в порядке, гипотиогиус исчезнет. Есть много гранатов, у вас пройдёт анемия и так далее. То есть, это, ребят, ограничивающие убеждения. Они неправильные, они не имеют отношения к современным научным знаниям. Жизнь всегда разнообразна. Если вы себя убеждаете в том, что вы не можете без мяса и должны его обязательно жарить постоянно, если вы не будете есть жареную свинину, то конец света наступит, то, ну вот, как бы тут уже ничего не сделать. Если у вас почему-то убеждение, что все пробиотики бесполезны, ну как вам помочь? И если убеждение, что я не люблю овощи, ну просто нужно как-то их готовить по-другому. Ну хорошо, вот я, например, тоже ленюсь готовить овощи. Мне сын делает смузи из них. И вот таким образом получается решить вопрос. Я туда ещё положу нутайдетокс наш. И всё, готово дело. Дневная порция овощей получена. И, наконец, последнее. Следите за стрессом. То есть, пищевое поведение во многом определяется уровнем стресса. То есть, мы, как биологический вид, сейчас точно не можем знать, что нам полезно. То есть, вот мы приходим в магазин, смотрим на все продукты. И в зависимости от того, мы сытые или голодные, мы расстроенные или в хорошем настроении, мы будем собирать в корзинку совершенно разные продукты. Нам кажется, что это сейчас нам подсказывает интуиция, наш организм. Ничего подобного. То есть, это патологическое чаще всего пищевое поведение. Чтобы исключить его, чтобы ваш мозг всё-таки следовал каким-то правилам, которые мы сейчас обсудили. И просмотр этого видео закончился изменением питания. А не просто, ну, просмотрим ещё одного видео. Для этого нужно смотреть, чтобы вот этот уровень стресса, уровень кортизола не мешал вам принимать обдуманные правильные решения. То есть, чтобы вы не заедали стресс по количеству и по набору продуктов быстрыми углеводами. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, видео «10 признаков стресса опасных для здоровья». То есть, когда вы уже по этим признакам, вы поймёте, что на самом деле стресс вами управляет, а не вы управляете своей жизнью. И исправьте это. Будьте здоровы, берегите себя. Всегда рад вас видеть на консультациях. И наши сотрудники каждый день отвечают на ваши вопросы. То есть, мы здесь занимаемся не просто лекциями, а занимаемся практикой. Подпишитесь на канал. Не пропускайте всё, что здесь есть интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!